История. Язык. Культура. Менталитет. Мнение экспертов, деятелей и заинтересованных граждан о том, что такое быть белорусом. Идентичность. Добрый день, дорогие слушатели. У микрофона Арсений Ермолович. В Беларуси живут представители более 130 этносов, согласно Белстату. Мы используем данные 2009 года, так как на сегодняшний день они самые свежие. Кроме белорусов, существенную часть населения составляют поляки, украинцы, евреи и русские. Беларусь разнообразна и в религиозном плане. На 1 января 2011 в республике зарегистрирована 3321 религиозная организация. А согласно исследованию Госдепартамента США, в 2015 году около 70% населения исповедовали православие, 14% католицизм и 3% относились к другим религиозным группам. Как такое культурное многообразие влияет на белорусскую идентичность и есть ли в ней деление на малые идентичности, рассказывает Элина Усовская, доцент, заведующая кафедрой культурологии факультета социокультурных коммуникаций БГУ. В Беларуси есть 6 этнографических регионов. Центральные, по Немане, по Озерье, Восточное, Западное Полесье и Поднепровье. То, что чаще всего понимают по белорусской культуре в целом, это какая-то сумма всех культурных традиций, существующих на белорусском территории, или есть какая-то доминирующая культура, ну, например, центральный этнографический регион. Если вставить вопрос о том, сумма ли это частей, то, конечно, не сумма. То есть это некая система, которая имеет разные региональные особенности. Вот если рассматривать культуру в таком ключе, то это особенности региональные, локальные, в силу разных событий исторических, этногенеза, взаимодействия между различными культурами, этническими сообществами и так далее. Он всегда является не то чтобы центр доминирующим, какой-то такой скрепообразующей частью, с точки зрения того, что он подавляет регионы и локальные культуры, но вот он как раз является системообразующим фактором. То есть я не могу сказать, что центр доминирует на уровне подавления, нет, он интегрирует вокруг себя. Вот мне кажется, так будет правильнее. Но еще раз повторюсь, что суммой частей это не может быть, потому что трансформация, переход, взаимодействие, мне кажется, это отличительная черта многих культур, их возникновения, а нашей уж тем более. А где проходит слом между культурами этих регионов? Это больше различие языка или кухни, или вообще какие-то другие различия? Я не склонна вообще рассматривать с точки зрения какого-то слома, но есть какой-то, наверное, вот раздел, границы, но сегодня, в настоящее время, я не могу сказать, что она прямо резко очерчена, эта граница. Мне кажется, что вот сегодня в силу каких-то процессов, которые связаны с объединением, поиском вот этих скреп, каких-то системообразующих единиц, или идеологии, или какой-то группы ценностей, что еще требуют своего дальнейшего исследования, в том числе и развития ментальности. Поэтому, вот опять-таки, скорее всего, это не слом, не какой-то раздел жесткий, а это переход. Опять-таки, переход. Еще раз повторюсь, что сегодня вот какие-то очень жесткие различия, они скорее являются не то чтобы жесткими различиями, самыми по себе, которые отделяли одну региональную культуру от другой, а неким эквивалентом, знаком особенностей, уникальности. Поэтому они просто уникальны. Я не думаю, что нужно их рассматривать друг от друга отдельно, абсолютно позиционно. Они дополняют друг друга и создают вот этот вот немыслимый колорит для белорусской культуры. А как Вы считаете, сильно повлиял советский период на развитие культуры этих этнографических регионов, и белорусской культуры в целом, принимая внимание такой интернациональный, может, даже космополитический характер самой советской культуры? Сегодня, наверное, уже время показало, что, с одной стороны, на традиционные пласты культуры, особенно те, которые связаны с обрядовой стороной, с кухней, с укладом жизни в деревнях, наверное, не очень. Это поразительно. Потому что вот эта аутентика, она осталась. Мне кажется, что, скорее, вот последние 20-30 лет больше повлияли на трансформацию. Может быть, это в силу вот этой вот интернационализации, глобализации, вот в большей степени, я думаю. Но я не могу не сказать, что период советской власти, я имею в виду, начиная, скажем, с контр-белорусизации, прямо позитивно повлияла. Нет. Потому что ясно, что так или иначе, из-под воли или явно существующая такая русификация вкупе с вот этой вот интернационализацией всё-таки, конечно, сломало многое. И мы утратили в связи с этим многое. Но я думаю, что в этой ситуации всё-таки самое глубинное, аутентичное, оригинальное сумело сохраниться, и особенно вот в этих регионах, и особенно там, где идёт очень тесное взаимодействие с другими культурами. Ну вот, в частности, это Полесье, да, вот эта уникальная культура, и западного, и восточного, где вот этот вот переход, вот это вот взаимодействие, в частности, с украинской культурой, очень хорошо чувствуется и в языке, и в обрядовой стороне, да, и в каких-то традициях даже кухни. Ну тут всё вместе. Вот если мы, например, берём вот эти вот знаменитые модульские колбасы, знаменитый фестиваль, то тут, смотрите, как задействовано всё. И вот это взаимное влияние, и в то же время та политика и позиция бонус-форца 16 века, то есть вот то, что это фактически свободные земли, да, которые крепостного права как такового не знали. Это ведь тоже очень важно. И вот это всё вместе рождает такую уникальную культуру. То есть вот на основе какой-то отметности, отличительности сформирована вот даже вот сегодня какая-то своя культура, которая очень-очень охраняема местными сообществами. И это вот важно. Помимо политических границ, что относят эти малые культуры к белорусской? Какой фактор скрепил, склеил их вместе именно так, а не иначе? Ну это, пожалуй, самый сложный вопрос. И мы вокруг него тоже ведём вот разговор, потому что сегодня этот вопрос, наверное, интересует не только нас, а вот всех. И не только представителей науки, но и многих культур, которые вот недавно приобрели какой-то суверенитет, несмотря на свои древние корни и основы. Точно так же, я думаю, у американцев интересовало, интересует вопрос, что делает общую их культуру такую вообще пёструю, разнообразную. Или российскую культуру, где тоже очень всё многообразно. И нашу культуру, которая вот тоже очень активно представлена в региональном ключе. Вот так однозначно я вам не отвечу на вопрос, что скрепляет. Я думаю, что прежде всего это некий общий фундамент традиций, которые у нас живут, которые остались аутентичными. И, конечно, есть какие-то вариации этих традиций, у всех они по-разному присутствуют. Даже не только в регионах, но даже в одном районе, в разных деревнях можно приносить на пасху так называемую мёртвых. Там яйцо катать, у кого-то это не принято. В одних регионах принято яблоки приносить на могилу, в других груши. И от чего-то зависит не очень уже сейчас, наверное, ясно. И люди сами местные не могут это сообщить, объяснить. Но я думаю, что вот в этом традиционном пластике культуры это, конечно, очень мощная традиция упомяновения усопших. Вот память предков. Я думаю, что это одна из немногих культур Европы, которые вот столь внимательно относятся, особенно на Радовницу, которая является там днём поминовения и выходными. Да, или дзяты, которые вот надвигаются и были когда-то таким же днём государственными. То есть вот какие-то традиции аутентичные, они нас всегда, если можно так сказать, вручают, они нас скрепляют. Это некие сейчас основания, которые ищутся и вот вокруг Великой Отечественной войны. Это опять-таки память. Видите, вот эта традиция преданности памяти усопших, она напластовывается как раз и связывается вот с этим явлением, да, трагическим. Дальше вот такой скрепой я вижу и ценностью — земля. Земля, которая всегда для белоруса была, наверное, самым важным явлением и способом существования, потому что белорусы всегда были связаны с землёй и всегда её искали. Это даже некий такой, знаете, библейский аналог, некая такая аллюзия поиска земли, новой земли, какого голоса. И вот несмотря на такую местечковую тутейшесть, потому что особенно там за последние годы существования, скажем, XX века, десятилетия, вот этот вечный переход из одной страны в другую, ну и в предыдущие столетия рождала вот такую тутейшесть. И вот эта местная идентичность была более важна, и не только региональная, а вообще ещё более узкая, локальная. Но она, вот эта узкая локальная идентичность, всё-таки в конце концов имела тоже под собой основание «Моя земля». И очень важно для осознания современного белоруса понимать, что «Моя земля» — это не только там, где я родился, вырос, живу, а вот вся территория. Вот пока с этим надо работать, потому что, с одной стороны, общность уже чувствуется, она чувствуется давно, с другой стороны, мы всё-таки сталкиваемся с незнанием своей страны. Вот незнание своей страны, её такого разнообразия, очень богатого культурного наследия, оно является маркёром того, что всё-таки эта общность ещё не так превалирует, как мне кажется. Земля. И вот несмотря на сложности исторические, экономические и так далее, всё равно белорусы возвращались к себе, к своей земле. Вот я думала, что фундаментом является земля. И переход от такой тутэйшисти, идентичности местечковой тутэйши к общегосударственной на уровне культуры и, конечно, языка — вот это вот та задача, с которой нужно работать и которую нужно решать. Вот традиции, я сказала, да, вот эти самые аутентичные. Земля, ну, конечно, для меня важную роль играет язык, но пока этот маркёр не работает. Поэтому, ну что, в рамках ещё общей территории, да, я сказала, это важно. Общей идеологией формируется какое-то идеологическое уже, да, представление, в большей степени это скрепа, связанная с установками конституционными. Это работает, ну, это надо развивать. — Существует ли какая-то иерархия между малой и большой аутентичностью? Ну, вот, к примеру, Полесье, он в первую очередь считает себя полешиком, а уже потом и белорусом, к примеру, такое. — Ну, я не знаю, понимаете, иерархию здесь можно рассматривать по-разному. Иерархию не с точки зрения того, что что-то главнее, а что-то не главнее. Ну, если я, например, скажу, да, сейчас вот какую-то такую, наверное, странную вещь. Я русская, но я белорусская, да, вот как это? У нас вообще с этим очень интересно, да, то есть можно сказать, я россиянин, но я удмурт, и это будет нормально. А вот как белорусом сказать? Я белорус-белорус? Да, или я там еврей-белорус? Вот. То есть это как-то даже звучит интересно. Или когда едешь куда-нибудь, пересекаешь границу, у тебя спрашивают. Вы белорусская? И ты думаешь, о чём спрашивают, этнической принадлежности или национальной? Я не знаю, как выстраивается иерархия. Это в зависимости от того, кто как себя кем чувствует. Если для Полишока важнее своя вот эта вот идентичность, то он, конечно, скажет, прежде всего, что он Полишок применительно вот к своей этой малой тутейшей стиле, да, и для него это будет важнее. Он может вообще сказать, что я из Ходоревичей, да, и я вот Ходоревичей, там, Ходорковичей, или там я из какой-нибудь деревни, и всё. Он может вообще оттуда не заезжать всю жизнь, да, и ему хорошо, и это будет идентичность такая. А может сказать, да, я Полишок и Белорус, и это не будет я Полишок, но Белорус. То есть я, например, не вижу здесь никакой сложности, да, я уже на своём примере привела. То есть я могу как бы для себя сказать, я там русская или я там полька и белорусская, мне это не будет мешать. Но если мне спросить, а всё-таки вот с точки зрения выбора национальной идентичности, кто вы, то я скажу, я белорусская. Несмотря на то, что вот у меня там мама русская, папа поляк, или там неважно, кто ещё, да. И это очень удивительно, когда студентов спрашиваю, одна там, например, девочка говорит, у меня папа украинец, а мама татарка. А я говорю, а вы кто? Ну я имею в виду, вот между она выберет, а она говорит, а я белорусская. И это вызывает улыбку такую милую, да, но отнюдь не ироничную. То есть вот во главу угла ставится какая-то общенациональная идентичность. То есть мы её выберем, да. У нас идёт теперь формирование, совершенно правильно сказали, национальной идентичности не столько по языку, не по религиозному факту, как в других некоторых культурах, а именно по гражданскому признаку. Совершенно верно. Поэтому для нас вот эта территория, земля, оказывается очень важной. Поэтому я не вижу здесь никакого противопоставления и иерархии с точки зрения, там, что главнее для кого, как. Ещё я хотел спросить ваше мнение, но поскольку сейчас ещё, по-моему, сегодня либо завтра последний день переписи. И да, я вот пока ходил тоже, был интервью, тоже приставал с одним и тем же вопросом. Была такая дискуссия по поводу того, что такое родной язык. И в самой анкете указано, что это язык, усвоенный первым в детстве, ну и фактически из этого следует, что это тот язык, который используется в повседневной жизни. Но некоторые люди считают, что даже несмотря на то, что многие говорят на русском, можно, например, из патриотических чувств по отношению к белорусской культуре, как способ культурной идентификации выбрать белорусский как родной язык, даже несмотря на то, что это, наверное, в какой-то мере исказит статистику. Я знаю таких примеров очень много, потому что даже в нашей семье вряд ли на белорусском языке я пела колыбельные своему сыну, да. Но, наверное, из тех чувств патриотических он тоже назвал родным языком белорусский. И я не разговаривала на белорусском языке, потому что такова история моего рода и моего существования, что после Великой Отечественной войны, вот уже мои предки считается, да, уже бабушки и дедушки нет, они приехали сюда, чтобы восстанавливать Минск. Вот так это сложилось. И, естественно, тогда общим языком такого интернационального общения стал русский. И вот это, кстати, еще одна причина не только там каких-то насильственных мер, но и в силу демографической ямы и восстановления. Это тоже надо учитывать городов и сел Белоруссии. И понятно, что в таком вот окружении было очень мало белорусского. Но вот моя идентичность, она как-то так сформировалась в период национально-культурного возрождения рубежа 80-90-х. В этом плане большое спасибо БГУ и СТФАКу и всем тем событиям и процессам, которые были. И я думаю, что если это даже сделает статистику недостоверной, то в данном случае мифологизация очень даже полезна. Но вот когда к нам приходила девушка и переписывала нас, мы вот по этому поводу тоже думали. И вот это тот был вопрос, который как раз требовал какого-то рассуждения. И когда мы сказали, что мы разговариваем и на русском, и на белорусском, но на белорусском больше дома, потому что это действительно так, вот мы разговариваем, разговариваем, потом переходим на белорусский. И особенно это происходит в тех ситуациях, когда мы не можем чётко, эмоционально выразить свою позицию на русском языке. Потому что вот эмоциональнее, чётче оказывается белорусский язык. Вот на нём фразу скажешь и сразу расставишь все акценты. И вот она очень удивилась. Ну вот это соответствует реальности. Когда не хватает словарного русского запаса, ты прибегаешь к белорусскому языку. Поэтому мне кажется, что даже если из патриотических чувств, это хороший знак, что люди хотят, может быть не могут, может быть не могут переступить к какой-то барьер психологический, потому что мало кто разговаривает. Может быть в силу каких-то вот этих вот ментальных, подсознательных, бессознательных вот этих, да, механизмов вторичности, синдрома, о чём я говорила. Потому что это исправить сложно, это бессознательно усваивается. А потом картина мира, если верить там гипотезе лингвистов, ворфа, сэперов, всё-таки транслируется во многом благодаря языку, а мы мыслим не белорусским языком. И может быть конструкция мира, поэтому у нас выводится несколько иначе. Я, например, на себе тоже это заметила, когда я уезжаю в деревню на дачу, и это для меня новое, потому что я не деревенская барышня, не знала ничего про деревню особенно, ну кроме из книг и каких-то поездок. Я начинаю думать по-другому, я начинаю понимать ценность ростка проросшего из земли или там каким-то погодным условием. То есть там действительно мыслишь по-другому, и там больше общаешься на белорусском языке. Хотя местное население, к сожалению, уже мало разговаривает на белорусском языке, но ты стараешься, это происходит автоматически, говорить на белорусском, ну или на тросянке. Поэтому ещё мифологизация очень даже нормально, не зазор. Ну, наконец, последний вопрос, который задаём всем гостям нашей передачи. Лично для вас, что значит быть белорусом? Я, наверное, скажу в большей степени применительно к должествованию. То есть каким бы я хотела, чтобы был белорус, да, и каким он мне рисуется, ну вот таким, знаете, собирательным, из положительных, конечно, честно, я не буду говорить об отрицательном, естественно. Это прежде всего трудолюбивый человек. По-хорошему упертый, упартый, не с точки зрения какой-то гордыни, да, и неуступчивого, а с точки зрения какой-то системы ценностей, которыми он не поступится никогда. Вот это важно. Это любовь к земле, это любовь к языку и тот язык, на котором ты говоришь, язык повседневного общения, коммуникации. Это человек, который гордится собой и гордится своей страной и не является носителем той ментальности и того народа, нации, который сомневается в своей идентичности и сомневается в своем историко-культурном богатстве. Ценит себя, ценит других. Спасибо большое за беседу. Пожалуйста, спасибо вам. Сегодня мы поговорили с Элиной Усовской о большой и малых идентичностях белорусов. Передачу можно будет послушать в любое время на YouTube-канале «Культурная панорама. Радио Беларусь» в плейлисте «Идентичность». Там также можно будет найти полное интервью. С вами был Арсений Ермолович. До встречи через неделю. ИДЕНТИЧНОСТЬ Субтитры создавал DimaTorzok